В прошлом месяце у нас умерли женщины и дети. Трое малышей умерли от голода. Ещё один ребёнок скончался потому, что нет медицинской помощи. И наши потери продолжают расти. «Продукты и медикаменты – всё, о чём сейчас мечтают эти люди. К счастью, стрелять перестали. Эта зона доэскалации недалеко от Дамаска». ООН и её партнёры обеспечили доставку продуктов питания и медикаментов для 40 тысяч человек. Известно, что в этом регионе многие дети голодают. И более 4 тысяч человек нуждаются в эвакуации из-за болезней. Гуманитарный конвой жизненно важным грузом добрался сюда впервые за последние полтора года. В том числе благодаря астанинскому процессу. Подобные зоны доэскалации были утверждены и приняты именно в столице Казахстана. «Вопросы очень актуальные, очень злободневные, очень важные. Вопросы, естественно, прежде всего, обстановки в зонах деэскалации, которые были созданы и которые в настоящее время в целом функционируют в приемлемом формате. Ряд зон деэскалации таких, как Восточная Гута, как Хама, южная зона деэскалации. В целом там режим прекращения боевых действий поддерживается, хотя, конечно же, есть отдельные всплески провокационных действий». Очередное важнейшее решение, принятое на полях астанинского процесса проведение Конгресса национального примирения. Список участников это 33 организации уже опубликован. Страны-гаранты Россия, Иран и Турция договорились провести крупный форум 18 ноября в Сочи. «Прежде всего, конечно же, нам хотелось провести такой важный форум межсирийский на территории самой Сирии, но с учетом складывающейся обстановки, которая все-таки не позволяет обеспечить должный уровень безопасности. Было принято решение о том, чтобы данное мероприятие провести на территории Российской Федерации». По итогам седьмого раунда астанинского процесса планировалось создать рабочую группу по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Однако стороны не нашли консенсуса. Страны-гаранты отмечают прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидацией ИГИЛ, запрещенной в Казахстане, Джипхата Нусра и всех других лиц и организации в результате начала функционирования зон деэскалации. Стороны подтверждают решимость принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ними, как внутри, так и за пределами зон деэскалации. Следующий раунд переговоров в Астане намечен на вторую половину декабря, а в Сирии тем временем долгожданный гуманитарный конвой встретили 40 тысяч нуждающихся. Именно столько человек обеспечат продуктами и медикаментами.